Игромания дает Отвинта Здравствуйте, уважаемые телезрители Мой позывной Гомовер, позывной моего коллеги Бонус И мы находимся на верхней палубе нашего летательного аппарата Мы уже говорили о том, что это старый боевой дирижабль Списанный из военно-воздушного флота Правда, раньше эти утверждения основывались лишь на слухах Да, но теперь им найдено и документальное подтверждение В одном архиве нам удалось обнаружить секретную кинохронику Касающуюся нашего корабля Именно эту кинохронику мы сейчас и собираемся рассекретить В этом фрагменте как раз и содержатся некоторые исторические данные Касающиеся нашего дирижабля Механик, крути! Внимание! Говорит Москва Сегодня, 1 июля 1903 года, наши дирижабливые войска пресекли очередную попытку Летающих японских хамикадзе торгнуться на территорию Российской империи Противник понес значительные потери в живой силе и технике Пилоты дирижабли представлены государю-императору для награждения Во! Видали? К сожалению, на этом пленка обрывается Но и увиденного достаточно, чтобы проникнуться к этому дирижаблю большим уважением Нашу программу открывает игра, которая называется Dark Reign Это примерно переводится как «Темное царство» Итак, «Темное царство» Действие игры происходит, угадайте, когда? Правильно, в будущем Не правда ли оригинально? Но насчет будущего вы и сами все знаете не хуже нас Техногенные катастрофы, экологические проблемы, перенаселение, переселение человечества и все в том же духе По крайней мере, так представляют будущее создатели игр В игре Dark Reign эти события тоже подразумеваются Но поскольку дело происходит в отдаленном будущем Внимание игрока на них особо не заостряется Оказывается, к тому времени все жители нашей вселенной разделятся на две основных партии Или, как сейчас принято говорить, группировки Собственная империя и свободная гвардия Сейчас уже нельзя в точности сказать, в чем была причина конфликта между этими группировками Может быть, свободная гвардия вела себя как-то и чересчур свободно Может быть, наоборот, империя демонстрировала невыносимые имперские амбиции Ну, в общем, расплевались они В результате получилось, что открывается какая-нибудь планета Туда немедленно бросаются поисковые группы рабочих империй С другой стороны вселенной поспешают рабочие свободные гвардии И начинается соревнование Кто быстрее построит свою базу Обеспечит ее ресурсами Сбережет своих людей, ну и так далее В общем, тяжелая борьба с природой И зачем, спрашиваются эти гонки на выживание? А затем, чтобы как можно быстрее создать оружейный завод Сколотить армию и огнем выжечь нахального конкурента с этой планеты Вот и все У наших экспертов даже сложилось впечатление Что новые планеты вообще осваиваются Только для того, чтобы был хоть какой-то повод для конфликта Ну что ж, может быть, может быть Как вы уже поняли, Дак Рейн относится к жанру реал-тайм-стратегии Интерфейс игры выполнен довольно оригинально Так что вы всегда сможете отличить ее среди бесчисленных стратегий А управление достаточно традиционно для этой категории Так что назвать Дак Рейн украшением жанра, пожалуй, нельзя Но в целом сделана она добротно и позволит вам уклопать в пустую кучу времени Недавно мы проводили нечто вроде социологического опроса И выяснили, что среди зрителей нашей программы есть не только так называемые подростки, но и дети Именно их вниманию мы предлагаем следующую игру, которая называется «Волшебный сон» Программа «Волшебный сон», изготовленная отечественными производителями, по сути, представляет из себя набор головоломок Решить которой способен даже ребенок Собственно, на детей она и рассчитана Товарищи взрослые Если вы, в принципе, согласны, чтобы ваш отпрыск приближался к компьютеру ближе, чем на пушечный выстрел «Волшебный сон» очень вам пригодится Он развивает в ребенке такие полезные шестые чувства, как слух, умение считать и здоровую агрессивность Товарищи взрослые В ходе игры вы также выясните, что далеко не все задания вы можете решить прямо так, сходу Что, безусловно, повлияет на вашу и без того низкую самооценку Молодец! Победный совет ребятам – это не бояться страшных зверей в этом волшебном лесу Они хоть и волшебные, но все-таки настоящие звери И спасти своего медвежонка, которого злой лолк утащил в свою берлогу Летая здесь, над бренным миром, поневоле начинаешь задумываться о вечно Обращаешь внимание на природу, на всякую живность Да уж, живности-то здесь предостаточно Птички, букашки А также боевые вертолеты, самолеты и ракеты Кстати, о боевых вертолетах будущего и пойдет речь в нашей следующей игре, которая называется «Хеликопс» Это примерно переводится как «Летающие полицейские» Возможно, это покажется странным, но действие игры «Хеликопс» также происходит в будущем Как же видят будущее создатели этой игры? А вот как В третьем тысячелетии человечество никуда не переселилось Наоборот, все остались на Земле Ни к чему хорошему это, разумеется, привести не могло И человечество стало активно употреблять наркотики Объем продаж наркотиков человечеству, соответственно, вырос С этим-то вам и предстоит бороться С наркотиками Да нет, с их продажей Дело в том, что правоохранительные органы будущего в принципе ничего не имеют против наркотиков Они только против их продажи Поэтому за наркодельцами будет устроена настоящая охота Кстати, к тому времени исчезнет с лица земли город Токио Вместо него возникнет город Нью-Токио Пользуясь суматохой переезда людей из одного Токио в другой Город захватывают наркодилеры Которые собираются превратить столицу будущей Японии в наркотический притон Для борьбы с наглыми наркоторговцами создается специальный отряд полицейских Кстати, в будущем у полицейских не будет ни пистолетов, ни наручников, ни автомашин с мигалками, ни даже формы Им выдадут только вертолеты И вперед! Бороться с наркомафией Собственно, игра заключается в том, что вы летаете на вертолете и выполняете различные миссии Попутно уничтожая все живое на вашем пути Управление вертолетами будущего – дело достаточно простое Летай себе и стреляй То есть все, как на вертолетах настоящего От вас зависит, будут ли проданы огромные партии наркотиков Успеет ли человечество их употребить Неужели до наших потомков никак не дойдет, что употреблять наркотики нехорошо? Не прямое ли это следствие сегодняшней рейво-кислотной культуры? Когда в лифтах прекратят писать дурацкое слово «Оникс» Почему эти лифты выключаются два раза в день? Не пора ли призвать к ответу дворников за халатную уборку двора? Когда, наконец, включат отопление? Куда деваются горячие вона, которые выключают каждое лето? На этом наш сегодняшний полет заканчивается Начинаем снижение Гейм, как говорится, ова До встречи!